Эта игра полна сюрпризов, я вас приветствую, друзья, с вами Верос, мы продолжаем пока что еще в раннем доступе прохождения экспедиции Рим. Здесь смотрите, какой момент интересный есть. Оказывается, мы, если нажмем, вот допустим, Марк Диди Гранил, он все-таки как полководец нам не сильно сейчас нужен, отправляем его в отставку, он не пополняет ряды члены отряда. Точно так же, если мы вот этого в отставку отправим, они появляются сразу тут и даже отмечаются как особый рекрут, который будет доступен до конца вашей кампании, даже после обновления списка. Соответственно, чтобы их назначить, придется платить вновь сумму, уволить и нанять на должность. Но в данном случае Марка я беру как претарианца, а тебя отправлю уже как центуриона. То есть план таков. Ну и возьмем еще одного знаменоносца. Давай. Замечательно. Замечательно. Зачем я убрал этого? Ну потому что он сможет... Подожди, задачи... Нам форпостом. Потому что этот молодой человек сможет на постоянной основе эффективней устраивать вербовки. Поэтому он нам тут будет полезнее. Возможно и остальных также потом придется уволить, переназначить. Но здесь интересно, что приходится сражаться всеми периодически. Делегировать сражения. Но они как бы под нашим руководством. Правда... Из основных бойцов только вот один возьмет отряд под свое командование и все. Триарий. Доспех 1. Сопротивление 1%. Шанс критического урона увеличится. Но для вас вряд ли что-то найдется получше. Потому что... А, ну хотя броня. Броня, да. Движение минус 3. Так же. Все сопротивления. Тут 5, тут 10. Соответственно, вам лучше новую броню. Лучник. Лучник, мне кажется, сейчас так же пригодится. 5, 7. А, берем тебе 5, 7. Мы двоих лучников возьмем. И возглавит сейчас отряд все-таки лучница. Они великолепно справятся со своей задачей. 3, 7. Давай 4, 7. Еще и шлем такой же напялил, как у нашего главного внешне. Давай сменим тебе его. Чтоб не выделялся. Негоже походить на нашего полководца, правильно? Хватит того, что тут лучник выглядит точно так же. Это вообще отвратительно. Почему не блочат эту картинку для остальных? Так, тебе тоже греческий доспех. Марк Аврелий 4, 6. 3, 7. Есть удар со спины. За счет кинжальчика. Ну, ты вряд ли в бой пойдешь, правда. Мы сейчас выберем двух триарьев. Принцепс 1. Подожди, лучник. А у меня не хватает в отряде. Отряд, отряд, отряд. У нас триария 2, а принцип 1. То есть, если брать, то тебя еще придется нанимать. Либо с одним штурмовать. Давайте его наймем. Пока что. Пусть тоже прокачается. Вакула! 4, 6. Там с кровотечением неплохо работает. Но меч... 3, 7 со спины кинжал. Щиты лучше не кажется мне, что будут. Щит, 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 щит. Броня. Ну, движение чуть лучше. Броня-то такая же. Эффективность. Хотя вот сопротивление 8. Давай кольчугу. А, есть еще все-таки покруче сопротивление рубящему. Максимальное сопротивление. Все сопротивления. Так, приоденем их. И уже пора выдвигаться. Погнали. Хотя, вон там вот выход. И она даже ближе. Таким вот образом, сражаться приходится порой второстепенными бойцами. Ну, это не... С одной стороны, неплохо. С другой стороны, список-то обновится. Они могут и погибать, умирать. Не хотелось бы, чтобы это случалось. Ну, ведь и бойцов, которых мы набрали, идеальными не назвать. Прибрежная деревня. Калида Юлия пойдет вперед. Триарий раз. Второй лучник два. Это наш представитель. Официальный. Триарий два. Принцепс. То есть, тут минимум 4 нужно, но максимум 6 спокойно можешь брать. Принцепс тоже берем. Подтверждаем. И нападаем. Всех наших сейчас спасаем. Хотя их можно не освобождать, сразу освободить потом, когда мы перебьем. Чтобы наверняка они выжили. Наверняка не выжили. Учница, идешь сюда. У тебя движение пятерка. У тебя движение тоже пятерка. Боевой дух 40. У этого минус 5. У него в плане только боевого духа проблемы. В остальном, даже шлем он какой пафосный напялил. Да подождите. Триарий. Я по вашим рожам еще не ориентируюсь. Прошу это учитывать. Когда отдаю вам приказы. Тут мы можем только этого атаковать. Соответственно и у тебя позиция идентичная. Давай удар метку. Значит сюда. Ох, еще и критический урон выдал. В принципе есть шанс коллегкой сбить ему щит 100%. То есть сбиваем щит. Ты точно не дотягиваешься до второго. 5-9 расширить. Цель не должна быть ближе, чем в 3 гексах. О, кстати он может этого атаковать. Ну-ка давай тебя тогда придержим еще. 4-6-4-7. 4-7. Боевой дух 0. Может быть если сейчас попытаться их напугать. То он действительно испугается. Кстати, разрушение все-таки нужно брони использовать. У него одна есть единица. Давай удар метку тогда на тебя тратим. Тогда этот удар метку тратим на тебя. Ты пофигу получишь удар, но щитом его заблокируешь. Зато неплохо его так сможешь вполне возможно покоцать. Теперь, надеется ли на новый этот перк быстрый выстрел? Ну так себе идея вновь, да? Вновь так себе идейкам. Подходи вот сюда. 5-8. 5-7. Давай. Пятеру всего лишь. Ну а тебе придется делать Всю грязную работу. Во-первых. Добить мерзавца. 5-8. 6-8. Во-вторых. Задержать этого. Движение трешка. Дотянуться не должен. Как только увижу и начну стрелять. Ну ты их не увидишь уже. Ты их уже не увидишь. Оставайтесь там. Я не... Ох ты. А что ты так... Шустро-то добежал. Если уходить, он ударит. И тут никакого приема уже использовать нельзя. Ну чтобы спасти нашего друга. Ах, 5-9. В любом случае нужно... Сбить с ног или раскол от... А подожди, у тебя какой эффект? Увечья. Увечья здесь не работает, да? Хотя можем сделать следующим образом сейчас. Это коллега... Так, так, так. Застревание, оглушение, сбит с ног или раскол от... Застревание. Применяет эффект застревания. Значит работаем. Так. Используем застревание. Ты ему сворачиваешь шею. Ну вы далеки от идеала вообще. Вообще далеки, хочу сказать от идеала. Господа туземцы. Займи позицию. К сожалению, лечение полноценного здесь тоже не предвидится. Так, цель находится в укрытии. Ну... Мы обойдем эту цель тогда. Он уже испугался. Боевой дух минус 15. В принципе лучники займут позицию. У тебя кровотечение. Тебе слишком близко подходить нельзя. Тебе опасно. Бусовываться. Бусовываться. Четыре простой. Хотя можно было на предыдущем ходу это сделать. Он не требует никаких дополнительных затрат же. Для этих целей. Так. Окей. Давай, останься на месте. А ну-ка, две цели. Если мы подойдем вот сюда, ты сможешь нанести этот удар? Невозможно дотянуться до цели. Он ничего не сделает. А этот начнет отходить. Сто процентов. Давай два удара. Критический урон, но не обновил. Как-то странно. Не позволил еще раз атаковать. И ушел, спрятался. Попробуем. Шанс у тебя есть. За счет возвышения, может, ты добьешь. Бросавец. Все, спрятался. Тут атаковать смысла нет. По одному иначе подходить придется. Только если попробовать поджечь сейчас его. Отлично. Все, он полез. Он полез на рожон и сейчас получит. Но огонь его добьет. По крайней мере должен. Но он может потухнуть. Поэтому, думаю... Стоит попробовать использовать этот удар. Сейчас на нем. И добить. И вам убежать бы куда-нибудь. Лучники начнут сейчас добивать, судя по всему. С этой точки ты сможешь что-то сделать? Ну, никого не видит. Абсолютно никого. С этой стороны тоже к нам лезть не планируют. Такое ощущение. Хотя здесь парочка есть бойцов. Ну, попробуем. Так, ладно. Вам лучше в любом случае выйти вот сюда. Бойцы с щитами вас защитят сейчас. А дозор-то прокачать нужно отдельно. И у него нет ничего подобного. Так, ладно. Значит, отставить. Ты не стреляешь. Сейчас. К сожалению. Отлично. Это с ними мы бьемся? Еще подкрепление? Зовите больше. Ну, до лучника не добьем. К сожалению. А если вот сюда выйти... На поклон ты можешь... Добить все-таки. Легионеры держатся спокойно, уверенно. Здесь сейчас... Правда, придется тебе отойти. Она добьет. Хотя не факт. Но это и не важно сейчас. Здесь раненых никого нет? Хотя вот он раненый есть. Оформим. Отлично. Лучник подходит ближе. И теперь мы этого лучника перехватим без пробел. Без проблем, точнее. Без пробелов точно. Увечья семера. Увечья семера. Надеюсь, не твой лучший дрюк. Давай-давай-давай, двигайся. Все. Тебе не показалось. Выходите. Занимаете эту позицию. Ну и начинайте уже освобождать потихонечку. И данный отряд сможет выдвинуться вниз. Хотя, я думаю, хотя бы одного нужно будет отправить сюда. Прикрыть лучников. Лучники неплохо тут и сами справятся. А щитовики пригодятся нам тут, чтобы прикрыть от вражеского стрелка. Продолжение следует... С Wikipedia... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал... Пог firstly следует... так давайте аккуратно двое их прикрывают здесь ну не вижу возможности атаковать кроме как назад немножечко отступить но мы можем поставить дозор по факту спуститься вот сюда красавицей поставить здесь дозор и к ней никто не подойдет только если подкрепление там не сунется там только подкрепление если подлезет то будет неприятно ученька могут снять правда в этой точке кстати ух ты не получается прикрыть щитовиками в этой точке мы пришли спасти вас как-то так далеко бьешь то просто у тебя лук какой-то нереально мощный собственно мы можем нанести удар через три клетки у тебя до способность кто ты там блин я хотя не подожди 2 гекса 2 гекса вот он вариант атаки через три но тоже не вариант не ударит много придется спрятаться вам пока что куда лучнику хотя давай эта позиция для тебя вполне приемлемая а лучницу пока передвигать на максимум не стану здесь если что приготовимся к приему гостей сейчас по ним начнут стрелять ученики да и не только еще и бить тут пока никого готовим освобождать следующих ну ты все свое перемещение потратишь сразу считай как и здесь просто отступить потом не получится и лучник скорее всего будет бить больно и неприятно но в любом случае сделаем тогда следующим образом ты выходишь да твой щит собьют и вполне возможно тебя положат сейчас так у тебя отражение сработает один раз поэтому используем твой перк критический урон отлично так а сколько у тебя 58 но здесь расстояние делает свое до дело 24 урон в лучшем случае давай тогда еще кровотечение добавим так но атаковать есть еще кому ох еще и огненной стрелой суда он попал хоррест тонать все нормально не боись все умница триаре погибает от потери крови осталось ходов три ну а что сделаешь он погибает потери крови еще этот мешает мне двойной удар можно было бы сделать на самом деле вполне удачный я надеюсь мы просто разделаемся с ними раньше чем у нас появятся какие-то проблемы да ладно еще и выжила нехило так прыгаешь 4-5 разрушение доспеха ну окей а у него круговая оборона глухая он в лоб блокирует все что угодно кстати неплохой пирк оказывается о лекарь спасибо ты был очень полезен но нам нужно триаре поднять хотя ну-ка не лучнику я по моему второй же лук выдал да тут только ты кровотечение остановлено я думаю с ним разберутся без нас иди освободи и Продолжение следует... Так, ну он должен умереть. О, лекарь поднимает. И мы уничтожаем всех врагов. Легкое ранение, среднее ранение. Получили все-таки. Наши, но все живы. Все живы. Задание выполнен. Там что-то текущие спутники, что-то бла-бла-бла. Токса 5-8. Ух ты, 7-8. Точность, правда, восьмера всего лишь. Шанс критического урона повышенный. Но... Сундук. 12 точность. Это уже покруче даже, чем у нашей девчонки. Точность 12 пригодится. Есть где-то еще сундуки. В принципе, вот сундук и все. Остальное только трупы. На самом деле, это не особо сложный бой. Теоретически, действительно, можно... О, а что ты подбирать? Бежишь туда его. Можно выиграть и вчетвером. Но... Когда привык к одним перкам, а у тебя отряд из других вынужден. Можно ожидать любых сюрпризов. Ух ты, елки, палки. Римский посох. 9-12. Разрушение доспеха. Дополнительно дробящее разрушение. Тут еще новые способности. Кружащая атака. 15 дробящего урона. Наносит врагу 5 ударов. Каждое попадание наносит 20% урона от оружия. Отнимает одну единицу брони. Это просто обалденный посох для того, чтобы уничтожать броню у соперников. Тяжелый удар. Толчок. Можно просто оттолкнуть. Не обязательно ничего делать. Просто оттолкнуть. Хороший посох. Даже не знаю сейчас тот легендарный оставить вариант игрушки. Или все-таки вот этот посох новый использовать. Так, уходим. Ну, в принципе, ранение то, что эти получили, ничего страшного. У них будет время подлечиться, подлататься. Там возможностей много. Сектор завоеван. Укрепитесь в Малой Азии. Крепкий корабль. Новая цель. Отправьте легион на захват дубильни. Нам вообще, в принципе, нужно попасть в легион. Вражеские передвижения. Вы с притарианцами останавливаетесь на обочине дороги, чтобы починить повредившееся седло. Ваше внимание привлекает топот копыт, доносящийся из-за поворота. На дорогу голопом выезжает всадник в пестьянском плаще. Но порыв ветра откидывает его, и вы видите цвета метридата. Это вражеский гонец. Бедолага не замечает вас, пока не подъезжает почти вплотную. Быстро сориентировавшись, Юлия Калида выхватывает стрелу и стреляет гонцу в спину, когда тот проносится мимо вас. Испуганный конь сбрасывает седока и еще какое-то время скачет по дороге, прежде чем остановиться. Обыскав труп гонца, вы находите послание метридата к одному из генералов с распоряжением ввести войско в определенном направлении. Целью нападения станет Мизия. Это письмо не дошло до получателя, но следующее дойдет. У вас, скорее всего, есть несколько дней на подготовку. Отправить раба с посланием в ближайший легион, чтобы там установили ловушку и подготовили засаду на наступающее войско. Отправить одного из ваших претарианцев с небольшой группой разведчиков, чтобы они проникли во вражеский лагерь и отравили запасы воды, что немного снизит агрессию противника. А если вот так вот сделать? Вот так. Ну давай. После недолгого совещания остря Либа скакивает на коня и отправляется вербовать людей для своего задания. Мизия надежно охраняется расквартированным там легионом. Вы надеетесь, что ваши приготовления помогут легионерам удержать в своих руках контроль над территорией. Надвигающаяся атака. Враг мобилизует силы, чтобы нанести удар по завоеванной вами территории. Наведите указатель мыши на соответствующий значок на шкале времени, чтобы увидеть, по какому региону будет нанесен удар или увидеть значок вражеской атаки на карте мира. Если на территории которой угрожает враг нет гарнизона вашего легиона, то враг просто захватит его без боя, когда до него доберется. А вам придется отбивать его у врага. Если вы хотите предотвратить подобный ход событий, то отправьте туда свой легион для обороны региона. Учтем. Войти. Первое личное имя римлянинам. Нас интересуют сейчас не имена. Так, в первую очередь сразу лагерь. Управление отрядом. Персонаж занят. Лечение от ран. Список. У притарианцев конкретно в текущий момент времени может быть лишь одно ранение. Степень тяжести ранения влияет на то, насколько близок ваш персонаж к смерти. Показывает вам вероятность того, что ранение будет становиться все более тяжелым, если его не лечить. Ну и лечение ран. Сведения о лечении показывают, сколько времени понадобится, чтобы вернуть уровень здоровья вашего персонажа до максимального и сколько лекарств придется потратить в течение каждого дня лечения. Ну и кто умеет лечить? На самом деле в лагере, если их сейчас оставить, они должны лечиться без проблем и без нашего участия. Так, тут никого новенького нам не привезли, к сожалению. То есть, вот, мы можем назначить их и пусть они лечатся. Медленно и уверенно. Крепкий корабль. Легион на захват лесопилки и дубильни. Разоблачение предателя, разделяя властвуй. Завоевать малую азию. Давайте познакомиться. Хотя, ну-ка, посмотрим, какие именно лесопилки и дубильни он предложит мне захватить. Все-таки ту же кузницу нужно делать. Неистеленные во время раны и увечья могут ослабить. Вот лесопилка, вот дубильня. Руины мы видели. вероятность успеха 100%. Ну и мы сами отправляемся знакомиться. Длительная задача. А, они просто сами захватывают и все спокойненько. Там время пройдет и они возьмут под контроль. Храм Аполлона. На высокой горной вершине стоит величественный храм, посвященный греческому богу исцеления, знаний, музыки и искусства. Храм имеет огромное культурное значение для региона Мизия. Ну, конечно, тут уже классический отряд. Берем только наверное еще одного триария. Лучник ему учиться и учиться еще. зелененький. Тем более там перхи не самый лучший у него изначально и другого нанять возможности нет. Храм облет показан. Смотрите какой. Вай какой храм, а? Я рад приветствовать тебя. Не могу ли я заинтересовать тебя прекрасными изделиями из металла сготовленными местными мастерами? Меня зовут Маркус Фуриверус, как я могу тебя называть? Меня зовут Бетт. Твое имя указывает на то, что ты выдающаяся личность. Для меня большая честь познакомиться с тобой. Ты кузнец или жрец? И то и другое. Жрец Гефеста, богоплотников, мастеров, ремесленников и да, кузнецов. Я считаю, что для того, чтобы поклониться Гефесту Клитотекну, нужно практиковать хотя бы одно из его ремесел. Я стараюсь практиковать их все. Что ты делаешь в храме Аполлона тогда? А хоть я и посвятил себя храмому, я люблю Аполлона и восхищаюсь им. Они оба боги творения, искусства и красоты. Здесь нет храма, она служит людям во имя всеобщего блага. Ты сказал, что продаешь предметы, изготовленные местными мастерами, а не тобой. Я бы не стал продавать то, что делаю сам. Мои руки и все, что они создают, принадлежат Гефесту. Я бесплатно раздаю свои изделия тем, кто в них очень нуждается. Но мне тоже приходится зарабатывать себе на жизнь, и я торгую. Некоторые из этих вещей мне подарили, другие я купил, чтобы потом продать их. Что именно ты продаешь? Изысканные украшения, прочные инструменты, острое оружие, предметы гордости и важности. Хочешь взглянуть? Ты продаешь материалы для изготовления? Я был бы счастлив расстаться с некоторыми из моих материалов. Для меня это обязанность и наслаждение способствовать развитию кузнечного и других ремесел. Мне нужно хорошо сбалансировать клинок. Конечно, у меня такой найдется. Тебя не разочарует качество моих товаров. Сколько утяжеленных лезвий вы хотите приобрести? Ага, вон оно что. Инструменты. Пока они мне на самом деле не нужны. Будем честны. Будем честны, пока они мне на самом деле не нужны. Так, лучшего оружия предложить. А, кстати, лучница. Там же намного круче сейчас лук есть. Точность восьмера. Вот, точность двенадцать. Издалека будет разить их всех. так, все сопротивления четырнадцать. Вот, с тобой как быть? Палка-то, конечно, выручалка. Случайный соратник восстанавливает десять процентов от максимального уровня здоровья. Тоже классная штука. Широкий размах. Дробящий. Взять два оружия, но тогда я лечить не смогу. в этом загвоздка. Шесть-девять. Так, а кто у нас сейчас? Ты в отряде? Мари Фронто? Я не могу посмотреть конкретно кто присоединился. Ну, в принципе, он, да. Второй Триарий ранен сто процентов. Семь-девять. Тебе можно выбить это вместо копья. Ну, тогда коллегу ты не сможешь использовать. Ладно, давайте с этим легендарным посохом чуть походим. Посмотрим, к чему приведет. Приветствую вас, достопочленные римляне. Вам нужны еда и лекарства? Как тебя зовут? Я Алексий. Я покупаю валеное мясо и лекарственные травы в деревнях Мизии и продаю здесь под присмотром Аполлона Фейба. Ты продаешь вино? Боюсь, что у меня нет вина, но если ты когда-нибудь окажешься в соседней Тараде, в деревне и на побережье есть очень хороший винодел. Его зовут Калис. Я покупал у него вино в прошлом. Давай посмотрим, что ты продаешь. А ну-ка, если мы сейчас ему прикажем... Что? Ну пожалуйста, не надо. Это все, что у меня здесь. Я разорюсь. Ты отказываешь помогать нашим воинам. Мы сражаемся, чтобы освободить Мизию от тирана Митридата. Предложи Динария в знак благодарности Рима и я компенсирую твои убытки из моего собственного кармана. Впрочем, если подумать о тебе будет больше пользы, если будешь здесь торговать. Ладно, пока останься. Не будем местных раздражать сильно. Правильно? Здесь вон статуи. Сокрушитель. Ты ведь Сокрушитель, да? С кем ты говоришь? Со стариком, стоящим рядом с тобой. Со знаменитым Сокрушителем. Меня уже давно так никто не называл. Постой, что? Сокрушитель? Ты не шутишь? Это же наверняка эвфемизм. Боюсь, что нет. И это имя не привело ни к чему хорошему. Приветствую тебя, молодой человек. Когда-то меня действительно назвали Эликарнийским Сокрушителем. Но все это давно осталось в прошлом. Передай своему хозяину, что я больше не участвую в состязании. Обманщик, я не хочу нанимать тебя. Я хочу тебе отомстить. У меня очень много вопросов. Не торопись и расскажи мне, кто ты такой? Пегресс, сын Диокла, сына Диадора, метатель копья и борец Панкратиона, чемпион коса. Диодора, ты его внук, он все еще жив. Горе превратило его в шелуху того человека, которым когда-то был, но он действительно все еще жив. Обманщик. Сокрушитель это твое прозвище, сын Диодор? Раньше я был борцом и довольно неплохим. Я представлял свой родной город, Каликарнас, на Олимпийских играх, в основном с честью. С честью? Что ты знаешь о чести? Это из-за тебя страдает мой дед. Ты участвовал в спортивных состязаниях? Когда? До того, как меня продали в рабство. Я был чемпионом у себя на родине. Меня обожали и мне завидовали. И никто не осмеливался бросить мне вызов. Особенно, если дело касалось панкратиона. Пока мой дед не встретился с тобой и тебе пришлось жульничать, чтобы сохранить свою славу и богатство. Как именно жульничать? Я сделал то, что мне было велено. Я был молодок и думал, что прославлю свой город. Ты был гладиатором? Ты не похож на гладиатора? Как ты выжил? Это было очень давно, Бести. Я не был гладиатором, я был атлетом, выступавшим на Олимпийских играх. Я видел, как свободные граждане сражаются на арене и состязался за приз на своеобразной арене как гладиатор. Ты хочешь отомстить, пидресс? Галикарнесский сокручитель должен был бороться на играх с моим дедом. Все знали, что он проиграет, так как Диодор был величайшим борцом за всю историю Коса. Он был грозным противником и, честно говоря, впервые в жизни я боялся проиграть. Меня отправили на игры и сказали, возвращайся с победой или не возвращайся совсем. Позволь я угадаю, ты победил Диодора и теперь этот парень хочет взять реванш. Не совсем. Я даже не боролся с ним. Я украл приз. Что ты сделал? Вот этого я никак не ожидал. Синерос, вор? Да? Я не согласен с такой характеристикой. Я украл только однажды. Это не вошло у меня в привычку. Ты должен знать, молодой человек. В результате моих действий Галикарнас был исключен из союза. Я заплатил за свои преступления. Мне сказали, что тебя изгнали и продали в рабство. Но все это не восстановит честь моего деда. Приз принадлежит моей семье. Верни его. Это же так просто. Отдай ему его награду. Мы продолжим наш путь. Это было так давно. Даже если приз все еще в Галикарнасе мое изгнание никто не отменял, меня туда не пустят. Возможно, тебе и его деду стоит снова устроить поединок, чтобы свести счеты. Я, Пигресс, принимаю вызов от имени своего деда. Он дряхлый старик, который сейчас едва может пошевелить пальцем. Но ты можешь считать меня продолжать. Ну, тогда я выйду вместо него. Ну, че, а? Постой, Пигресс профессиональный борец в расцвете сил. Синерос, каким бы грозным он не был, все же старик. У него нет шансов против Пигресса. Это не честно. Ты прав, Центурион. Ну и что? Возможно, так и должно быть. Именно... Так я, наконец, расплачусь за свое преступление. Тогда давай сделаем все по-честному. Я буду представлять Синероса. Зачем мне с тобой бороться? Ты не имеешь к этому отношения. Если Синерос нанес мне обиду, значит, Синероса должен бороться. Может, я и не знаю ваше обычное, но я знаю, кто ты. Ты борец Диадоры. Тогда признай меня как борца Синероса. Что ты думаешь, Синерос? Это моя схватка. Я должен ответить за преступление. Но если бестия настаивает, я соглашусь. Он в чем-то прав. Тебе не нужно делать это ради меня, бестия. Я не знаю, что сказать. Говорить тут нечего. Но ты мог бы поболеть за меня. Пигресс-борец, приготовься. Посмотрим, что гладиатор знает о панкритине. Ты не такой страшный, как кажется. Сила не победит умение, гладиатор. Я лишь прощупываю твою защиту. Где же твоя хмылка, борец? Ты так радовался минуту назад. Это все, на что способен? Это еще не конец. Кажется, ты сломал мне ключицу. Ты плохо работаешь ногами. Давай, поднимайся. Хватит. Это слишком больно. Ты победил. Я опозорил свою семью. Не знаю, как после этого я посмотрю в глаза Деодору. Пожалуйста, уходи. Я должен подумать. Цель достигнута. Что-то подсказывает вам, что это еще не конец. Хе-хе-хе. Но может быть, стоило и проиграть. Болеть на борцовском поединке. Забавный. Квест небольшой. Но если проиграть, он бы зазнался и может быть, еще все хуже было. Говорят, у Перси всего один бог. Может, один съел остальные? Так, и здесь пока лутать ничего толком нельзя. О, здесь что-то нужно спасти. Кого-то вынести, возможно, из огня. Время для героя. Давай-давай-давай-давай-давай. Подъем, 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 подъем. Он пока все не поднимется, говорить не хочет идти. Слава богам, что ты здесь. Нам нужна помощь. Храм горит. Если я буду рискать своим здоровьем и здоровьем моих людей ради вашего храма, было бы неплохо получить компенсацию, но не волнуйся. Дешевле заплатить нам, чем построить новый храм. Типичный, жадный римлян. Нехорошо. Спасите наш храм, и мы заплатим вам. Какой кошмар. Нам пригодится вода из тех бочек. Скорее, потушим пожар, пока огонь не распространился. То есть нам нужно взять воду из бочек и потушить, прямо именно, да? Не обязательно потушить огонь на 0 гексах, чтобы погасить пожар. Осталось потушить 23. Не дайте пламени захватить храм. 23 100 гексов. Хм. Ну да, прикольно. Квест на тушение пожара еще. Выполнять не приходилось. В идеале бы вот сюда добросить, чтобы распространение туда не пошло. огня. Ладно. Пока просто здесь. Сбиваем, что можем. В любом случае. Лучница сможет дальше походить. Ну, прежде... Ну-ка, иди ты. Надо еще вот это потушить на лестнице. Ох, да ладно. Серьезно, ты еще и бросать не умеешь. Есть контакт. Теперь лучница выходит вот сюда. И чтобы к храму огонь не подбирался, вбивает вот здесь. Доставай свой волшебный посох. Ну, а здесь мы можем на вот этом фланге, наверное, поставить точку. Да, здесь, скорее всего, сейчас начнет распространяться. Огонь. Ну, хотя бы нам только один фланг придется тушить. Так, огонь не распространяется. Ну, так сильно, по крайней мере. Здесь вроде бы закаменная ограда. Я думал, ну, как бы тут дерево есть, огонь может переброситься. Но нет. Здесь он на ступеньках разгорается. А в остальном все тихо, мирно. Так. Давай, подходи вот сюда. Угу, жаль. Давай оставим тебе на следующий ход. Начнешь тушить. Ага, нет доступных ячеек. У тебя вода-то осталась, точно. Ты можешь как раз спуститься сюда. И попробовать... Потушить этот уголочек. Ну, в теории... Кто-то мог бы добросить, конечно. Но разницы нет. Все. Пожар под... Ух ты, убийцы и легкие ранения. Когда он успел? Благодарю тебя. Если бы не вы, наш храм превратился бы в пепел. Что здесь случилось? Кто-то поджег наш храм. Не все местные жители в восторге от Аполлона. Зачем кому-то понадобилось поджигать? Они считают, что храм построен на дороге к Аиду. Это действительно так? Откуда я знаю? Ему уже более ста лет. Меня тогда еще даже не было на свете. Мы делали это не за даром. Ну, можем сказать, что рады были помочь. Такой самоотверженный поступок заслуживает награды. Пожалуйста, возьми. Опыт получили. Чертеж кувшин воды. Калида получает новый уровень. И перки уже можно использовать. Но... Также мы тушили здесь... Огонь. Еще и ради сундучка. Но в целом любопытно. Чертеж. Кувшин с водой. И в принципе есть кувшин... ...с водой для... ...быстрого назначения. Давай тебе. Так вот. Расходняк. Расходняк. Так. И помощь. Хирург. В целом... ...степень тяжести. Он, похоже, будет лечить, вот не отрываясь от процесса. Удобно. То есть и в лагере их оставлять тут не придется. Но мази там будут расходоваться. Только, наверное, единственный. Недостаток. Эти буквы написаны аккуратным умелым почерком на тонком пергаменте. Текст представляет собой какой-то код. Но подпись разборчива. Митридат Понтийский. Ух ты. Тайная переписка. Это подпись Митридата. Виофил ведет тайную переписку с царем. С этими письменами, возможно, я мог бы поделать подобное письмо. Таким образом, мы можем заманить Митридата подальше от его людей. Но мы должны обсудить это в более спокойной обстановке. Так-то интересно. Пожар однозначно не зря тушили. Так. А очко есть только у Калиды, получается. На четвертый левел. Получила. Потому что сражалась на один бой больше остальных наших гвардейцев. Основных. Перехват. Чтоб наносил еще больше урон. Быстрый выстрел нам не нужен. Изящный выстрел. Ваши изящные выстрелы также наносят плюс 50 дополнительного урона. Следующая атака персонажа с расстояния нанесет рубящий урон. Мощный пинок сбивает с ног. Надзор. Каждый раз, когда противник в радиусе 6 гексов атакует союзника, персонаж будет стрелять по врагу. Может атаковать каждого врага лишь раз в течение хода. Твердая рука. Шанс критических ударов для всех ответных атак с расстояния. Таких как перехват и надзор. Критовать будет тут люто. Да, манах. Серьезно, я с ней шутить не нужно. Ну что ж, друзья мои. В этом храме тогда и закончим сегодня серию. Такие вот приключения получаются. Ну что, задания интересные. Вон, кстати, сундучок. Можно сбегать к нему напоследок. Мы все равно рядом. А здесь по этой лестнице идти смысла нет. Нам еще правое крыло храма проверить нужно будет. А здесь пока вон они... А, хотя в принципе лезет только один. Это хорошо. Гладиатора сейчас отправили на задание. И чертеж колтропы, чеснок. Сосуд с маслом и наконечник копья. Замечательно. Так, бегом сюда. И на этой ноте завершим серию. Приятный такой храм. Приятная локация. И вроде бы живая. И эпичная. И достаточно масштабная. Но в следующей серии, друзья мои, встретимся обязательно. И продолжим приключения римлян. Пока что в Малой Азии. А потом отправимся в другие регионы. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока.